Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я рассказывала вам, как я помыла теплицу. Не помыла, вернее, как буду мыть. Как можно помыть теплицу. И что это самая первая процедура, с которой мы начинаем дезинфекцию теплицы. Так вот, помыли мы весь этот купол. Что делать дальше? Ну и дальше я вчера уже говорила, люди разделяются. Кто-то выбирает химический способ обработки, там всякими марганцовкой поливают землю, медным купоросом. Кто-то биологический, я имею ввиду это полив биопрепаратами, фитоспорин, триходерма. Я сейчас расскажу о самом простом. Я вчера говорила, что существует еще один способ термический. Он самый-самый простой, самый такой доступный. И если вот в отдаленных деревнях, если у вас, например, нет садового магазина, нет каких-то препаратов химических, то можно с успехом применить термический способ. Он тоже обеззаразит вам весь грунт. Вообще термических способов есть два. Один для профессионалов, для производств. Другой для нас, для огородников. На производствах, там они с помощью термогенератора нагревают землю до каких-то больших-больших размеров, градусов там 300, 400, даже 700. Это нам не подходит. Мы будем пользоваться дома простым, то есть проливанием кипятком. Некоторые проливают просто кипятком один раз, накрывают прозрачной пленкой полиэтиленовой. И иногда этого достаточно. Но вообще термический способ обработки, именно он называется соляризация. Если его делать по всем правилам, то он немножко не так выглядит. То есть, закрывать пленкой нужно черный, обязательно свето-непроницаемый, чтобы именно вот там солнце грело и тепло, и еще там кипяток, чтобы там солярий натуральный был. Делаем все так же, только в три захода. Первый раз поливаем кипятком, ну как горячей водой. Закрываем пленкой черной и оставляем на три дня. Вот три дня у нас она там парится. Потом пленку снимаем, перекапываем землю, вот так вот опять разравниваем ее, чтобы она была ровненькая. Еще раз поливаем кипятком, опять закрываем черной пленкой на три дня. Через три дня еще раз перекапываем, разравниваем, поливаем, закрываем. Вот этот метод трехразовой обработки горячей водой и под пленкой, это есть соляризация. Многие, может быть, даже не слышали это понятие. Но если делать вот эту обработку по всем правилам, то она может заменить обработку химическими препаратами. Естественно, после трехкратного вот такого вот пролива горячей водой, там уже вся вредная микрофлора, вся погибает. Ну вот мне одна девушка написала, что если у нас стоит жара, то можно и просто пропарить, закрыть двери теплицы, тут поднимается высокая температура. Да, такой метод тоже есть, но я им никогда не пользовалась, потому что у нас вот первый раз за многие годы в это время стоит такая жаркая температура, что можно пропарить с помощью солнца, естественные условия. И поэтому мы даже не задумывались. Обычно, когда мы убираем все с теплицы, у нас стоит уже такой холод, что какое здесь пропаривание. И я не пользуюсь никогда термическим способом, не потому что считаю, например, слабым или там каким-то, нет, просто вот как по техническим причинам. Я физически не могу носить из дома ведра с горячей водой. Вот представьте, мне, чтобы парить эту теплицу, нужно несколько ведер кипятка. У меня дом далеко, там по лесенке еще надо лезти. И я физически не могу. Если бы у меня был помощник, если бы кто-нибудь подносил у меня ведра, я бы запросто вот полила бы кипятком, прикрыла. Это же очень просто. Во-первых, это бесплатно. Вообще без материальных затрат. Экономичный, самый экономичный способ. И самый простейший, не нужно никакую дозировку рассчитывать, как, например, вот медным купоросом, когда поливают. Там же обязательно надо высчитывать, сколько граммов на ведро воды. И вот у кого есть, например, мужчины-помощники, кто еще сильный, молодой, пожалуйста, термический способ прекрасный. Поливайте, закрывайте, вскапывайте. Трехкратное вот такое вот проведение процедуры вас избавит от вредных бактерий. Ну вот про термический способ я рассказала. Я рассказала, что я им не пользуюсь. Не пользуюсь почему? С помощью солнца тоже не пользуюсь, потому что, ну, по крайней мере, ни разу не пользовалась, потому что у нас в это время холодно. Но все эти способы вы можете применять. Также можете закрыть теплицу двери с обоих сторон. Если у вас очень жарко там на улице, тут 40-45 градусов будет, и фитофтора, да, действительно умирает при таких температурах. Но я хочу вам заметить, что если у вас в теплице была в этом году фитофтора, то лучше всего использовать комбинированную обработку. Это то есть и пропарить, полить кипятком, и потом еще полить и медным хупоросом протравить. Если у вас стоит жаркая погода, то еще закрыть теплицу, и пусть она еще с помощью солнца пропарится, лишними вот такие обработки при наличии фитофторы не будут. Но зато вы будете знать, что на будущий год у вас будут здесь здоровые томаты или перцы, у вас будет богатый урожай, и все эти наши осенние труды, хлопоты, они окупаются на будущий год вдвойне, втройне. Все это мы делаем для того, чтобы наш труд летний на будущий год как-то, ну короче, не свести на ноль все наши труды на будущий год. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это термическая обработка теплицы дезинфекции, ее может сделать любой, но если у вас была фитофтора, то к ней добавить желательно еще обработку какими-то химическими элементами, добавить тяжелую артиллерию. Все, до свидания. Продолжение следует...